итак всех приветствую давайте сразу к делу несколько упражнений хочу подметить что видите как хват я хватился за турник одна получается рука закрытым хватом а другая обратным хватом и меняю также до начала тренировки надо немного размяться поэтому так тяжело все идет но самое главное суть не в этом суть в том что давить какие вот получается примечание есть в этом упражнении здесь особо то и сказать ты нечего обычные да получается тяга подъемы штанги на бицепсы но здесь надо отметить то что видите что держит то есть блины что удерживает это прищепка от получается гибкого держателя для телефона я подробно вам покажу ну или даже покажу объясню до в ходе этого ролика разумеется обычные подъемы штанги на бицепс вот здесь так на переднюю дельту да я уже поднимаю добиваю как сухожилие что тоже прокачивать и так далее пусть такое вот упражнение здесь же я беру подставку до пенопласта 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 и этот получается вот этот рычаг от тренажера который у меня был который у у меня был даю которого продал китайский тренажер судя по всему короче там много одно глобальное недочет это то что баттерфляй смотрели вообще в другую сторону куда-то не прямо ну и вот эти рычаги оставил на заказ сделал другие продал с другими уже обычными да там без если здесь крутится да вот получается здесь я крутится сама сами ручки да вот которая держит весом остается на месте то есть такая продвинутая ручка да очень удобная ну и также получается обратным хватом да на предплечье также прокачивала также смеется предплечье да не с другой стороны кстати вот это потрясающее упражнение неважно будете вы с рычагом делать от тренажера либо с гантелями либо со штангой тоже классное упражнение в свое время очень хорошо прокачал предпечь но это так тогда еще даже по-моему я серьезно не увлекался бодибилдингом но надо отметить что это потрясающее упражнение знаю я положительно к этому упражнению отношусь ну и так я бывает забиваю до свои предплечье вот и такие вот дела ребят не так видели да узнаешь что по нюансам то что прищепка это от гибкого штатива я там позаимствовал в общем убрал да вот эту шейку который гнется дальше вот это штатива до держатель для телефона гибкий штатив ну гибкий держатель скорее всего да называют так на на правильный вот и знаешь просто прищепку да почему значит я так сделал потом но принципе он держит хорошо да и пока еще блины не сваливались прищепка не отлетала слава богу нормально держит что с 1 до у меня но просто мне два или три штатива таких было и в общем взял позаимствовал оттуда прищепки и все потому что накручивать на любительский гриф это долго и конечно не долго искал какие способы сделать как удобнее да чтобы раз там блин поменять блины некоторые до убрать либо наоборот добавить чтобы это было быстро потом потому что здесь замки начинаешь закручивать да и тоже конечно не сказал бы конечно много да там время уходит но все равно все равно согласитесь так удобнее там раз прищепку зацепил и все держится блины вот такой лайфхак скажем так если у кого есть такие штативы можно и туда принципе на штангу зацепить и все и будет вам счастье что еще значит по поводу вот этих рычагов до рукоят рукояток от тренажера тоже значит я на заказ на заказ сделал два рычага такие же почти одинаковые да ну короче вот длинный гриф да и чтоб тянуть да когда на спину тяга верхнего блока и тяга нижнего блока в общем с тяга нижнего блока там поменьше да будет рычаг то же самое заказал такой же поменьше и подлиннее и все я просто взял я дал но смысле поменял поменяла эти взял себе да то что эти удобнее да потому что там прокручивается сама вот где вес получается цепляже вес да и она остается на месте только крутится сами вот получается гребцы да вот сами сами ручки вот хватаетесь руками ну понимаете да вот что в первом рычаге так такая система что и на другой да вот поменьше который от нижнего блока заменил обычными там просто заварили на заказ заварили там этот такой крючок да и все принципе то есть как под грушу делают же да на 3 в одном получается турника да там либо мультихват там и так далее вот эти турники и брусья 3 в одном пресс видели на под грушу да когда варят такой крючок то же самое и там в этом по заказу сделан просто не заморачиваясь просто крючок приварил ну и разумеется руку сама труба да таким же почти хватом да и гребцы просто накинули надели и все и отдал короче ну продал вместе с этим тренажером шляпа конечно тренажер и так далее но нужен нужно же да вот как-то самому испытать это и попробовать что это такое понять нужно те или нет а вот значит такой вот такие вот нюансы по поводу рычагов да даже не знаю короче на ps5 да вот по поводу ps5 что по ps5 у меня нарекания только на сам джойстик он получается немного маленький да много маленький и сделали бы чуть больше и вообще замечательно было потому что сам джойстик и удобный да но опять же ты начинаешь стрелять там бывает когда триггеры дата нажимаешь на триггеры и ты реально круто у тебя как рукоятка от пистолет то есть прикольно сделали но опять же ты нажимаешь фалангом да вот вторым фаланга получается пальцы это неудобно когда ты должен нажимать на первом фаланга вот указательного пальца скажем тогда первый фаланга так удобнее да то есть так естественно и удобнее да но получается то есть за того что джойстик маленький до маловат ты нажимаешь вторым фалангом это уже неудобно но конечно можно там намудрить что-то там скажем так побольше его сделать да уже своими методами да там самодельными можно его сделать чуть больше но не знаю не знаю приходится до дорабатывать до места инженеров маленьких к сожалению маленький немного джойстик да это именно не просчитали не знаю не знаю ли чё просто там еще один джойстик продавался да там уже очень подороже скажем так но очень дорого в два или в три раза дороже чем вот это обычный джойстик который идет в комплекте даст ps5 я не знаю если там он побольше еще есть скажем так резон до его покупать а если он такой же по размерам то в принципе смысл его покупать то может там еще какие-то плюсы есть в этом дорогам джойстике но опять же это нужно саму покупать да там сама эксплуатировать и уже в ходе этой эксплуатации выяснится какие минусы и плюсы ps5 вот это вот джойстики да нет такой нюанс да но я даже не представляю как там на ps4 он по моему еще меньше да чем джойстик ps5 как там вообще играть мне кажется вообще неудобно но ладно такой нюанс выявился и президенте когда я там скажем так паниковал да и и ругался и насчет этого я ругался что джойстик малень маловат маловат сделали побольше вообще супер был ебан нормально прицелься супер а ее как и писать это управление супер если этот sony playstation делаете гейпад то делайте нормально уже вот так такие дела ps5 че еще там но там вообще круто управлять на ps5 именно на джойстике да на геймпаде там машинами то есть подгонки он вообще просто это другое ощущение не как на клавиатуре да и с мышкой то есть это другой опыт уже и как-то знаете другое ощущение вообще мне понравилось как на ps5 можно управлять машиной да то есть машинами водить машину да это на геймпаде это другое ощущение абсолютно я думал раньше что на клавиатуре с мышкой будет ну так скажем более оптимально до управлять машинами или машины да там в гонках нет оказывается на ps5 это уже другой как скажем так экспириенс до опыт и вообще не общие другие тоже такой нюанс надо сказать но по конкум у меня там ничего нету я так когда водил там мафию мафию 3 там и так далее вот там уже я тестил геймпада как управляется и прикольно мне появился что еще так что ты пишешь капец ты был дрыщом когда начало качаться ну конечно по и поэтому я начал же качаться надо было как-то набирать вес потому что я же стыдился как папа карлик и молился как папа римский пахал как папа карла то есть конечно мне как-то не давало покоя то что я там дрыщ так далее худой до абсолютно это как-то надо было начинать надо начинать качаться и надо что-то менять потому что да опять же внешность требую до требую что я за собой следил если был бы какой-то другой для многолицей парень то еще бы наверное я задумался на так конечно был так че еще бы ответить не ответить та девушка хорошая какая же симпатичная но для вас она симпатичная для терпил да по сути каждый человек вот 97 процентов терпила да терпит то что как он выглядит да там и так далее то есть особенно как он были до терпит терпил по сути 97 процентов терпил да вот но я ничего не хочу сказать да конечно просто говорю каст каст констатирую факт и этот для вас да это симпатичнее может даже она красивая но если так разобраться прямо углубиться до начать выяснять разбираться подробно понятно что обычная внешность многолиция да и таких не знаю незапоминающая внешность внешность да таких конечно мире сотня в тысячи навряд ли но сотня наберется как как скины ежи обычные скины как это опять там разработчики не 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 задумываются да там не хотят заморачиваться не за не хотят задумываться над каждым там mpc да над каждым скажем так проще говоря человеком да они просто клепает одно и то же лицо одну ту же внешность и не все конечно я буду же есть редкие до люди но опять же вот в основном как бы то там каких-то и города там просто клепают похожие скины и все также и самые в жизни но к сожалению та жизнь такая вот тоже опять можешь поздравить меня с рождением ребенка но опять же я не вижу в этом что люди радуются родить нагорожила или нагорожил дочку либо сына я не вижу в этом капец достижения века да но я не вижу в ничего особого я как бы тоже вот раньше что-то и поддерживал до морально как-то людей сейчас даже не хочу извините конечно но не вижу чего тут такого до сверхестественного водить ладно нибудь а ну то что ты говорил да типа она же симпатичная обычная внешность можно встретить где можно встретить где угодно да и когда угодно как прям ладно не будем поднимать мою теорию до ну ладно да в принципе вот такой вот видеоролик ну наверно не знаю сказать не сказать ну вот по поводу есть такое выражение уважать старших да но опять же за что уважать только лишь за возраст что ли я считаю это неправильно нужно уважать за поведение самого человека то есть недавно тоже у меня была переписка с одной до знакомой уже старший же да уже бабушка может так сказать но знакомая по работе была раньше и тоже я там что-то ошибся она начинаю начала вот и чё такое и так далее то есть человек да вот ну скажем опять же да уже уже преклонных лет там 70-80 лет представляете а в итоге у нее уровень мудрости как у там у гопника скажем на улице да то есть но это тоже ребят никуда не годится да раз ты как-то лучше что везучить то обучай нормально уже нормально да то есть чтобы не было потом то есть таких непоняток да это ужасно же вообще человек да прожил уже почти всю жизнь а в итоге уровень вежливости мудрости да там буквально очень малый процент да куда это годится а может вообще нету мудрости так что я с этим не согласен что нужно уважать до старших нужно уважать по делу и все ты же хотел переехать от родителей вообще да ну и хочу переехать да я просто продающие вещи они дорогие да эти вещи то есть я уже там не поскупился до в топ и их поставил но в объявлении до чтобы ну как-то почаще и смотрели на что и купил просто вот как их или продам может часть нужно собой забрать если не не получится продать до их мы посмотрим в общем не этот как подам надо все закрыть и так далее потом уже надо переезжать потому что с такими родителями врагов и надо все против тебя делается так что нужно как-то свободы что ли нужно и как-то что ты сам был себе хозяином да и принимал правильное решение только ну вот по поводу еще монитора да хочу высказаться монитор который у меня наверное я упоминал еще в других видеороликах да samsung odyssey g7 потрясающий монитор и вообще не знаю вот знаете когда я же не знал что там нужно сделать сделать до включить режим там игровой режим да там есть настройка включаешь все у тебя экран более ярче становится да максимально ярче и комфортно играть и смотреть а я этого не знал и начал настраивать там даже кто-то видел да или всяких там в разных там прохождения дам я где жаловался на этот монитор то что яркость не хватает нет абсолютно оказывается не так нужно включить игровой режим тогда уже и будет светиться и всякие светодиоды и сзади тоже будет светиться до свети дуэр джеби подсветка то есть вообще круто смотрится добротный монитор я не знаю сколько на сколько его хватит но то есть такой нюанс есть то есть надо включить игровой режим и тогда уже все заиграть другими цветами да скажем так и яркость появится и реально другими цветами заиграет поскольку там еще есть подсветка на разные и сзади и спереди есть подсветка то есть круто круто монитор конечно потрясающе да не за мне понравилось там и там и есть и доступ там и bluetooth то сейчас вообще не парюсь я по bluetooth включить подключил наушники да у меня то есть я слышу то что играется в игре поскольку геймпад получается за записывать мой голос с монитора звук уже не идет да он идет чисто в наушники да с монитор идет а вот так он не как бы не не акустикой да вот монитор получается воспроизводит там игру саму да то что хорошо то есть у меня все в наушниках я говорю в геймпад геймпад записывает и он только голос записать не посторонние звуки да там от игры к примеру с монитора вот это потрясающе все подключил сейчас я не парюсь я раньше хотел купить там подлиннее да там шнур то есть три с половиной мини джек да подключить монитору чтоб он подлиннее был да и все и слушай да вот так например нет сейчас уже можно и без этого абсолютно по bluetooth наушников подключаешь к монитору и все все записывается вон в смысле ты слышишь а записываются же чисто голос у тебя в геймпад вот такие вот нюансы да еще там youtube есть вай фай то есть можно в ю тубе посмотреть что-то позависать да там и так далее то есть поддерживать вай фай ну конечно не поддерживает кабель на телевидении это просто монитор и все но не знаю мне понравилось пока претензий нет вообще тем более с этим то что я узнал да то что там можно и подключить и наушники и разумеется еще яркость добавить с помощью игрового режима ну все ребят такие вот новости все всем пока